На канале «Эзегет» поступил такой вопрос, как проводить пасхальные дни. Но хочется сказать, что Пасха – это праздник очень возвышенный, это не просто радостный праздник, это праздник очень духовно высокий. Как поститься, мы знаем, ну плюс-минус. Мы знаем, что такое выдержание, ну пусть у нас что-то не получается, но мы знаем, что нужно делать для этого. Нам понятны покаянные молитвы. Да, у нас покоение несовершенное, но тем не менее как-то мыкаемся и стараемся жизнь свою исправлять. Но вот как встречать Пасху – вот в чем вопрос. Потому что порой возникает такое искушение, что Пасха как будто бы отдых. Вот мы трудились, трудились, мы постились, мы молились, а вот сейчас мы отдохнем. А Пасха – это не отдых. Пасха – это совершенно другой уровень, это очень высокий уровень духовной жизни. Поэтому Пасха – это не время расслабления, не время эмоциональной радости, это время другой радости, духовной радости. Такую эмоциональную радость мы все знаем. Она быстро проходит и оставляет за собой опустошение, усталость, а порой до разочарования. Ждали-ждали, и вдруг быстро все прошло. А радость духовная оставляет за собой такое духовное послевкусие. Эта память, она запечатлевается надолго в сердце, и когда наступает какое-то искушение, трудности в жизни, скорби, нам это помогает. Мы вспоминаем, что на самом деле радость Божия на все покрывает. Она сильнее всяких скорбей, потому что Христос Воскресе. И вот когда наступает Пасха, надо еще строже относиться к себе. Не в смысле воздержания, хотя воздержание, конечно, должно быть всегда у христианина, а в смысле духовного состояния своего. Надо смотреть, что для нас важно, чему мы радуемся. Мы чему радуемся? Друг другу? Ну это хорошо, слава Богу. Перемену пищи? Ну молодцы, хорошо. В принципе, можно этому порадоваться. Но не это главное, а главное, что Христос Воскресе. Мы радуемся тому, что смерть побеждена. Радуемся тому, что перед нами открыты врата вечной жизни. Мы радуемся тому, что любовь Божия побеждает всякую нашу немощь, что Господь с нами отныне до века, что Господь, который обещал нам спасение, нам его реально дает. И мы уже не просто верим в обещание, мы входим в опыт святых отцов, мы входим в опыт Божьей благодати. Мы имеем ту радость, которую никто от нас никогда не отнимет, если мы радуемся во Христе. Поэтому в пасхальный период надо не сбавлять внутреннего напряжения. Надо жить христоцентрично, чтобы Христос был в центре нашей жизни. И жить в том напряжении, которое поможет удержаться нам в этом направлении нашего духовного пути. Если душа расслабляется, она быстро устает. Если душа напрягается, если душа пытается удержаться рядом со Христом, и вся наша жизнь крутится, вращается и движется вокруг Христа, как планета движется вокруг Солнца, вот тогда душа чувствует себя на своем месте. И тогда она никогда не устанет. Тогда она всегда будет чувствовать себя в тонусе, в той настоящей духовной радости, которую Господь нам и дает.